Как поднять вертильность у коз, у козлов, да? У нас сейчас, ну, сегодня утром говорили, они реально разбомбили нам все клетки, да? То есть мы специально под них делаем корма для того, чтобы они были активные, да? Раньше они видели, там кто-то ходит, да, по барабану, да? А сейчас они нам клетки разбивают, потому что они в самом таком, да? А это все делается через корма. Это все делается через корма. Без меди коза загнется у вас, да, по-русски говоря. А бараны, наоборот, от переизбытка меди, то есть вы погубите все стадо. Многие даже кормят для КРС кормами, что абсолютно нельзя делать. Поэтому у нас есть абсолютно две разные линейки. Это для коз, именно лактирующих, и для овец. Сейчас мы разработали новую линейку кормов именно для дорперов. Прямо для дорперов? Прямо для дорперов. Сейчас у нас в Ижевске, да, в Ижевске у нас проходит опыт. А если у меня условные галштинки, там, 39 дают молока, а я хочу 41? Ты скажешь, составьте мне комбикорм на 2 литра. Это возможно, да? Работаем над тем, да, именно суть в том, чтобы мы показали вам результат. Неважно, сколько там раз мы к вам выйдем, что у вас там есть. То есть мы будем вам составлять комбикорм такой, чтобы вы на своем хозяйстве увидели результат, именно то, что вы хотите увидеть, правильно? То есть поэтому у нас нет стандартной линейки, которую мы будем продавать всем абсолютно разным хозяйством, один и тот же комбикорм. Поэтому, ну, как бы подход у нас такой, чтобы у всех было все свое и, то есть, видели результат. Но может стать так, что Кристинка скажет, нет, 39 это не экономично для вас, вам нужно уйти на 35, вы будете иметь такую экономию в кормах, у вас будет на каждый литр столько-то плюсов валового дохода, и вы будете зарабатывать, как клиент вы будете зарабатывать больше. Друзья мои, мы тут пришли, судя по всему, в сердце предприятия. Конрад, рассказывайте, что здесь у нас происходит, и представьте, кто с нами. Да, ну, я должен сказать, что вы действительно правы, это сейчас сердце комикормового завода, где мы сейчас находимся. Здесь находятся следующие функции, это один раз операторская, где человек, который с самого начала технологического процесса, который принимает заказы от клиентов. Как только заказы пришли к нам, мы четко понимаем, какой клиент, какой корм хочет получить, эта информация сразу уходит к моему заму, это специалист по кормам и начальник лаборатории, Кристина. Здравствуйте, Кристина. Кристина этот рецепт берет, и четко под конечного клиента его оптимизирует, и через нашу программу, это программа оптимизационная, которая она потом подробнее скажет, этот рецепт передается вот сюда на производство. И вот здесь, на этом месте, из этого продукта, который записан, грубо говоря, в программе, делается продукт под конечного клиента. И если посмотреть вот здесь, здесь работают два человека. Здравствуйте. Это Андрей, мы его называем Русик. Если можно, представьтесь, ребята, как вас действительно зовут, у всех клички свои. Руслан, да? Да, да, да. Очень приятно. И вас как зовут? Андрей. Андрей. Оба работают операторами, у каждого четко своя функция. У Андрея он управляет всем процессом. Как только они получили рецепт, они вместе с диспетчером планируют последовательность производства на целый день. И это может действительно так быть, что нам нужно сделать в один день 10 разных рецептов для разных видов животных. Их нельзя сделать просто в какой-то теоретической последовательности. Надо четко запланировать, чтобы один продукт шел, второй продукт шел, третий, четвертый, или наоборот. Это логистика некая, чтобы... В производстве. Это логистика в производстве, и она заключается в том, что вам нужно, чтобы не было расслоения продукта из одного рецепта в другой. Чтобы она однородная смесь получалась. Да, однородное смешивание, расслоение продукта, чтобы всего этого не было. То есть, грубо говоря, есть определенные критерии. Нельзя после свиного продукта делать продукт для овец или для баранов, или для коней. То есть, нужна определенная последовательность. Это все делается вот здесь. Делается план производства на день. И тогда Андрей делает структурированный рассыпной корм. Он отвечает за линию смешивания. Андрей получил вот этот рецепт сейчас от Кристины или же от другого специалиста. У нас очень четкое разграничение по специалистам по кормам. То есть, допустим, Кристина отвечает за крестный корма, за корма для коз, для овец. А есть специалист, который сидит в Калининграде, и она отвечает за свиные. За свиные и за птицу. То есть... Четкое разграничение. Прямо из Калининграда? Да. Да, да. Передается она автоматически сюда. Ну, да, это я понимаю. А почему специалисты не взять здесь? Пускакшитау. Да, абсолютно правильный вопрос. Мы сколько ни пытались найти уровни того специалиста, который мне нужен, их тут нету. Их тут нету. И у нас очень долгая история развития холдинга. То есть, у меня, допустим, специалист по кресту сидел в Питере. Специалист по свиньям сидел в Калининграде. Специалист по маркетингу сидит в крас... Нет, в... Где я на сидит? В Иркутске. Извиняюсь. В Иркутске. Я людей выбираю. Со всего постсоветского пространства нахожу те специалистов, которые мне нужны, и создаю команду. А как? В Калининграде 4 часа разница с Кокшетау. Как рабочий процесс? Да, абсолютно правильно. Я стою рано. А и все остальные не спят просто? Абсолютно правильно, да. Ну, у нас раньше был слоган такой, что раньше вставать, позже ложиться, а между делом работать. и он, в принципе, так и остается. То есть, в принципе, по свиньям, она вечером делает программу на следующий день, если из 9 утра есть какие-то вопросы, она доступна. И точно так же все другие люди. Все работают по графику Казахстана. Ну, в данном случае, если мы говорим как микромое направление, да? У нас, на самом деле, наше предприятие, фермеру, совершенно так же работает. У нас в разных регионах страны и в других странах есть люди, которые тоже в разных часовых поясах. И мы там, вот уже там 16-й год так коммуникацию налаживаем, что это совершенно не мешает бизнесу. Отлично. И если вот сказать про программу, да? Это программа Hansmeer, это немецкая фирма. Я думаю, система автоматики, которую они разработали, она работает в Европе, минимум 500-600 предприятий. И у нас прямая связь, прямая связь, они постоянно на доступе, они контролируют эту программу, они контролируют технологический процесс. Что это значит? То есть я сказал про производство, последовательное производство разных продуктов, да? Точно так же каждый отдельный технологический процесс есть своя спецификация. То есть точность дозировки. частота дозировки, длина дозировки, как быстро он должен завершиться. Первый процесс, второй процесс, третий процесс. Отклонение от процесса. Почему они произошли? Надо все фиксировать, потом анализировать. Почему, допустим, из бункера такого-то нужно было отдозировать 100 килограмм, отдозировалось 101? Почему? Это отклонение произошло. Они оптимизируют дозировку для того, чтобы в следующий раз эта дозировка была точно так, как мы этого хотим, согласно рецепту. Потому что рецепт, это не предложение, это закон, который нужно реализовать в конце. Рецепт, это закон, это прямо такой слоган завода должен быть. Да, да. То есть это круто. Слоган завода тоже надо сказать доверие, заработанное делом. То есть мы реально с нашими клиентами по этому принципу работаем и работаем с людьми очень долгосрочно. Очень долгосрочно. И поэтому вот эта система автоматики полностью контролит от этой фирмы из Германии и в любое время если у нас есть какие-то отклонения по параметрам, мы на них выходим или они выходят и сразу нам исправляют. Потому что это очень важно. Но они имеют доступ дистанционный. Да, да, да. Постоянный дистанционный доступ. Постоянное вычитывание всех ошибок, почему произошли и так далее. Отлично, Андрей. Давайте что-нибудь понажимаем, посмотрим. Если начать сначала, он покажет сейчас графику. Покажи с самого начала дозировка, как ты показал. Это у нас бункера. Это сейчас бункера. То есть он стартует и программа автоматически говорит. нам из этих бункеров нужно два продукта, которые находятся грубо говоря в четвертом бункере или 212. Начинается автоматически дозировка с того продукта, который в рецепте занимает большее количество килограмм. То есть, грубо говоря, нам нужно дозировать одну тонну продукта. Постоянно происходит не последовательно там один за другим, а идет партия. Партия, рецепт, одна тонна. В этой одной тонне находится грубо говоря 100 килограмм пшеницы, 80 килограмм ячменя. Он сначала на весы дозирует 100 килограмм, потому что весы работают тоже в определенном диапазоне. Если у нас тут весы емкостью 1 тонна, нужно сначала у нее точность взвешивания минимум 4%. То есть если продукт меньше 4%, его на этих висях нельзя взвешивать. Поэтому берем сначала большой продукт, 100 килограмм, он его точно взвешивает, и на него накладываем следующий, 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 следующий. Он эти продукты отдозировал, этот продукт через эти бункерные весы, через норью поднимается наверх, и идет в следующий процесс, мы это так называем. У вас 216 бункеров, я вижу, это что, 216 ингредиентов в каждом комбикорме? Нет, к сожалению, это 2 показывает, это или микроэлементы, или макро, или так далее. Здесь у нас общее количество бункеров 36, да? Да, 36, 36 бункеров, это для макрокомпонентов, и это все те компоненты, которые потом нужно пропустить через систему дробления. Есть компоненты, которые мимо дробления сразу идут в основной смеситель. И есть, как на всех комбикормных заводах, есть ручная навеска. Без этого не обойтись, то есть, любой, кто разбирается в комбикормном производстве, знает, что бункеров всегда не хватает. Вот сколько ни сделай, на комбикормном заводе бункеров всегда не будет хватать. Все равно останется часть навески. Правильно говорил, Андрей, да? Абсолютно. Постоянно не хватает. Давай, давайте к бункерам вернемся. После бункера по нори мы поднялись. Это у нас что за аппараты дальше идут? Это бункер находится на седьмом этаже. как бы все если здесь по партиям дозируют, бывает делить на две части. Если разделил, одна партия сюда ушла, вторая здесь набирается. Ну, остальные компоненты. Потом они здесь сюда поднимаются, вместе смешиваются как бы и подаются потом на дробилку вместе. Здесь надо отметить, что мы этот завод когда строили, принцип очень достаточно простой и в то время он вообще еще не был популярен. Нужно построить завод таким образом, чтобы вы макрокомпоненты один раз отдозировали, подняли наверх и в свободном падении все остальные процессы сверху идут вниз. Для того, чтобы минимально раз переподнимать товар, для того, чтобы опять же не размешивался, не терял свои качества, не расслаивался и так далее. То есть мы его сейчас один раз подняли на самый верх на седьмой этаж, как Андрей говорит, и потом все отдельные шаги идут с седьмого этажа до самого низу, и уже потом готовый структурированный продукт еще раз поднимается наверх на процесс гранулирования и потом на процесс уже мешкотара готовый продукт, чтобы с самого верха вниз, минимально минимальное передвижение по горизонтали сверху вниз, минимальное поднятие сверху. Это гарантирует один раз качество смешивания один к ста тысячам. Есть специальная аналитика, как это определяется. Грубо говоря, это означает, что в ста тысячах частичках рецепт нужно найти полностью один в один. О, ничего себе. И отклонение не должно быть выше пяти процентов. То есть сто тысяч проб получается, да? То есть вы берете пробу и, грубо говоря, это означает, что вы берете в этой пробе сто тысяч частичек. А, понятно. И если вы потом анализируете, вы должны в нем, в этих ста тысячах найти все в соответствии с рецептом. И вот таких проб берется в основном смесители, смотря от смесителя до двадцати штук и рассчитывается, какое отклонение в разных пробах. Должно быть максимально около пяти процентов различия. То есть точность дозировки должна быть очень высокая. И теперь надо понимать, что этот гомогенный продукт надо поднять наверх, сделать из него или гранулы, или еще какой-то другой продукт, чтобы в конце у клиента вы могли то же самое доказать. И поэтому эта технология таким образом разработана. Эта технология в свое время сделана швейцарская. Это фирма Бюллер. Я в ней проходил обучение в техникуму в девяносто четвертом году, я его закончил. Ну и в принципе мы потом это применяли в Германии на большом концерне, где я работал. И когда начали инвестировать в Россию, в Казахстане то же самое. Супер. Давайте вернемся еще к схеме. Если сейчас дальше идем по схеме, то... Вот этот бункер, где мы посмотрели на предыдущей картинке, да? Угу. Так. Потом идем вниз. Мы идем... Поправляем меня, Андрей. Мы из бункера идем на сета. Эти сета сделаны для того, чтобы... Они вибрационные какие-то? вибрационные. Веса, сета, они, получается, отсеивают на три фракции. Первая и вторая они идут на дробилку. А самая мелкая она не поступает на дробилку. Она уходит мимо на бункер. И идет уже сразу напрямую на смеситель. Чтобы пыль не попадала в дробилку, дальше поступает она, как бы сказать, самотеком просто через трубу. Спускается на бункер над дробилкой. И к этому принципу я просто дополню, Андрея. Принцип тут в чем? Мы делаем корма для разных видов животных. То есть если мы делаем структурированные корма, вы должны гарантировать, допустим, у несушки, что грубость помола должна быть в определенном диапазоне. То есть грубо говоря, если вы делаете корма для несушки, вы должны от 0,5 градусов диаметра отдельной частички до 1,3 должно быть минимально 60% корма в этом диапазоне. Ниже должно быть минимально и сверху слишком грубой тоже минимально. Вы это делаете через то, что вы можете один раз здесь среднюю фракцию, мелкую фракцию пропустить мимо дробилки, только грубую пропустить на дробилку или же наоборот. Это для того, чтобы вы могли крупность помола, структурированного корма держать в определенном диапазоне. Особенно для несушки это очень важно. У меня один из вопросов был по поводу корма для несушек. Мне кажется, это самый сложный корм. Потому что если мы делаем комбикорм для условного КРС лошадей, чуть-чуть что-то ошиблись, на превесы суточные не скажется. А если к корм несушкам мы чего-то условно не доложили или сделали не так, сразу же падение яйциновскости и так далее. Я правильно понимаю, что для несушек это самый сложный корм? Самоответственный? Я буду сейчас, наверное, спорить, потому что дело в том, что у каждого корма свои проблемы. То есть, допустим, вы это четко сказали, для несушек нужно для того, чтобы определенное соотношение, линолевая кислота, витамин Е, структура корма, для того, чтобы скрупа была хорошая, для того, чтобы цветность была хорошая. Это все имеет свое значение. Но если я сейчас начну говорить для корма для свиней, там точно так же свои сложности и свои проблемы. То есть, грубо говоря, для свиней сделать корм для хреков. Чтобы сперма активная была. Активность спермы, количество спермы. И все это тоже имеет свою сложность. Поэтому у каждого корма, я бы сказал, свои сложности. Кристина, скажи, поддержи меня. действительно, есть разные подходы, разная система. То есть, любой подход к любому комбикорму особенный. И по наличию компонентов. Есть какие-то простые корма, а есть какие-то сложные. Если взять, допустим, пристартера, по моему мнению, что пристартера именно это самые сложные продукты для любого вида животных. Самый точный подход, самые лучшие компоненты, то есть, все самое лучшее. И по количеству компонентов будут самые сложные они. Поэтому здесь вот мы в этой сфере развиваемся, как бы и сам, я говорю, вот даже ребята не дадут соврать, самые сложные рецепты, то есть, количество наименований, то есть, все тому подобное. И от этого зависит подход. А так, конечно, да, есть сложные корма, есть проще, как бы, есть концентраты, есть полнорационные корма, то есть, все это будет зависеть от конечного клиента, что клиент хочет увидеть. Поэтому, как бы, вот в такой степени это все. Просто я был фермером 25 лет и занимался именно птицеводством. Поэтому мне эта тема чуть ближе, чем остальные. так же само могу сказать. Мы же считаем, что наша работа самая трудная и самая важная. Да, то есть, так же само могу сказать даже по телятам. Если какие-то есть недочеты там в рецепте по телятам, то есть, результат увидят сразу, буквально там через неделю, так же само, ну, как бы, на любом виде животных. Поэтому каждому продукту подход особенный. Тут вы просто видите, дело в чем, на птицевый результат, если... увидим завтра. Что-то не так, вы его завтра увидите. А с телятами, с КРСом вы его увидите, но только чуть-чуть попой. Пролонгировано. Поэтому, ну, тут как бы вы и правы, но мы стараемся как раз-таки каждому виду животного уделить все свое внимание. То есть, нам без разницы, это птица, это свинья, либо это КРС. То есть, мы работаем на качество продукта. Допустим, вот корма, про которую мы сейчас говорили, ну, это основные виды корма, да, то есть, тут мы настолько руку набили по качеству. Мы очень сейчас переходим на узкоспециализированные корма. И, допустим, пример, да, как поднять вертильность у коз, у козлов, да. У нас сейчас, ну, сегодня утром говорили, они реально разбомбили нам все клетки, да, то есть, мы специально под них делаем корма, для того, чтобы они были активные, да. Раньше они видели, там кто-то ходит, да, по барабану, да, а сейчас они нам клетки разбивают, потому что они в самом таком, да. А это все делается через корма. Это все делается через корма. Или то же самое по лошадям, да, по лошадям мы специализируемся на спортивных лошадях. Это нужно. Вы знаете, что осенью, в декабре будет соревнование. Вы должны эту спортивную лошадь на 17 декабря, чтобы она была с нашим кормом на высоте своих способностей. Ну, это, конечно, любым спортсменом получается. Да, да. То есть, да, подготовка к определенному дню там условного боксера. Да, да, да. И вы должны работать в этом моменте на превентивность. То есть, вы понимаете, что если в этот момент с этой лошадью произойдет какое-то заболевание, какой-то сбой, вы уже ничем не спасете. То есть, вы работаете на превентивность, чтобы не было необходимости потом применять какие-то ветеринарные препараты. Вы эту лошадь готовите под эти соревнования. Вы так кормили лошадей Кадырова. Друзья мои, корма это очень важно. А спортивное питание, то есть, я хочу отметить, что это не допинг, как люди могут подумать, да, а что это именно как спортивное питание. Да, да, да. Белковые вот эти наборы в банках. Да, именно. Слишком утрировано. Это для людей. У лошадей так нельзя. Животным гораздо сложнее, да? Да, 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 да. Это все эти соединения, Кристина, опять откорригируй, пока меня... Хилатные. Хилатные. Да, в хилатной форме в основном. Хилатные формы кормления и так далее. То есть, тут я рассказал про структуру. После этого, как мы прошли дробилку, мы опять вернулись к технологии, мы в зависимости от корма на дробилке ставим разные сета и разные обороты. От этого зависит тот продукт, который прошел через дробилку, как мы хотим, какую структуру получить. После этого продукт, который прошел мимо дробилки, который прошел дробилку, он поднимается опять наверх и уже идет в основной смеситель. Правильно, Андрей? Нет, он не поднимает это просто на картинке. Нет, я поэтому, да, извиняюсь. На картинке так показан. Он на самом деле вниз уходит. Да, да, да. Я извиняюсь. А на сверху вниз у нас, как рассказали, до этого завод состоит. И он поступает... Ну, потому что у нас монитор горизонтальный, и мы нарисовали именно так, да? Да, да. Так он уходит вниз. Опять эти два, ну, которые фракция отсеялась на сетах и которые фракция отдробилась, они опять вместе соединяются в бункере. Вот на этой картинке показано. Там вместе они соединяются. Так, далее. Здесь у нас смеситель какой-то большой стоит. Да, это у нас смеситель главный большой, который, где все компоненты микро-макро соединяются, замешиваются по определенному времени. Допустим, одна партия, там, 90 секунд замешивается. А вот эти вот синие бункера, это как раз вот с микро-макроэлементами, да, наверное? Да, вот это одни весы, это вторые. Ты можешь туда зайти? Да, могу. Скажи. Вот это бункера у нас, здесь 8, здесь 6. Получается, здесь начинает дозировать от 1,5 килограмма и до, ну, выше. А здесь от 150 грамм у них вывес начинается. Да. Очень точный, да? Очень точный. 150 грамм всего, да? Да, да, да. Вот. И то, что есть, если в компоненте какие-то, ой, в рецепте компоненты, они набирают на эти весы, на эти, отдозируют нужное количество, и потом все попадает в смеситель. Все компоненты. С этого бункера, который фракцию мы отдробили, и вот эти микро-макро-компоненты. Они попадают в смеситель. И тут основное время смешивания. Да. Все, вот показана ручная дозировка, это мы добавляем ручные компоненты тоже. Там витамины и всякое такое, короче. По ручным дозировкам я пару слов скажу, потому что без них ни одно комикормом производства не обходится, и тут самое важное это как минимизировать человеческий фактор. И поэтому происходит таким образом у нас, что он рецепт получил, на третьем этаже у него монитор, он светит ему из этого рецепта, что нужно ручную навеску сделать. Продукт один по 50 грамм, продукт второй 200 грамм, продукт третий и так далее. Он четко получает расписку, какой продукт. Он четко знает, под каким номером продукт этот, где в какой ячейке стоит. Он их на весах взвешивает, программа проверяет качество взвешивания, как он их взвесил. У него одно ведро, в котором эти два-три продукта уже смешаны. Он получает сигнал от программы, когда он должен этот продукт заложить в какой момент. В какой момент. Он открывает и каждый раз он квитирует. Только тогда программа, когда проверила все это, только тогда она движется дальше. То есть, это не то, что там я из ведра хоп засунул, а может и не засунул, да? Да, да, да. Ну, допустим, я был в Америке и смотрел, ну, реально большой комикормозавод. Я прекрасно понимаю, что линии, на которых работают, делают для свиней, для птицы, для других животных. Есть продукты, которые для одних критичны, а для других нет. К примеру, свиньям добавлять оксид меди в определенных пропорциях это для животных очень полезно. Кони от этого дохнут. И надо очень четко понимать, что если вы производите для коней, во всей структуре не должно быть оксида меди. А я смотрю, у них ручная довеска, у них такая лопата, и видно вот такое пятно, а не оксид меди вот туда вот так, лопатой вот так. Такого у нас нет. Как в топку. Да-да-да. Паровоз. Да-да. Тут Казахстан очень далеко от Америки оторвался в качестве качества. Ага, вот так вот. Да. Не, серьезно. Ну, да-да-да. Так, после смесителя куда мы двигаемся? Наша партия попадает вот на эти весы. Это главные весы. Они взвешивают, сколько у нас в конце пришло. И получается, они попадают сюда, эта партия, дожидается того, когда линия включится, и потом мы уже подаем. через смеситель норью и подаем либо на гранулятор, чтобы дальше эту структуру превращать в гранул, либо на мешкотару отправляем, как структурированную кору. Окей. Я добавлю. Вот вы показывали сначала бункера, да? Микро продукты, ручная навеска, макро навеска и так далее. И на каждом вот этом было, сколько нужно дозировать. То есть, общее, допустим, если делаем партию тонну, да? И вот эти весы проверяют, а все ли до этого до сюда дошло? Вот это тонна, сумма отдельных весов. Да, отдельных компонентов, да? Да, да, да. Потом проверяется через весы. Мы ничего не потеряли, все ли отдозировали, какое отклонение от той нормы, которую нужно было дозировать. Ну, а вот эти весы уловят ручную навеску? Там 150 грамм, вы говорили там. Нет, она замешивается в одну. Вот, это главный смеситель. Там все вот эти компоненты, макро-микро компоненты, они смешиваются в одну партию, в одну тонну. Да, да. То есть, понятно. То есть, они до этих весов уже там промешаны. Да, да, да. И здесь отсюда. А здесь уже конечная получается, уже готовый комбикорм. Вот здесь очень часто, очень многие для того, чтобы сэкономить на высоте и так далее, в основной смеситель добавляют жидкости. Мы этого вообще не делаем. Он смеситель полностью сухой. Ну, а всякие патоки там. И потом, потом, да, абсолютно правильно. Потом мы взвесили, проверили партию, да, все нормально, отклонение минимальное. Идет на второй смеситель, он проточный смеситель, и здесь мы добавляем жидкости. Согласно рецепту. Это может быть для КРС патока, это может быть масло, подсолнечное, потом или рапсовое. Ну, как в рецепте показано. А шроты тоже вот там же всякие? Они были на макрокомпонентах. в макрокомпонентах. Они с макрокомпонентах. То есть изначально, да? Да, да, они в рецепте уже были, да. Мы жидкости добавили, уже после жидкости идет переподъем. Один раз, ну, зайди тоже туда, покажи. Один раз идет, если клиент хотел гранулированный корм, там, 2 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, до 16 мм. Это идет на гранулятор. Если это должен остаться структурированный корм для курни сушек, то он идет уже на затарку. Мы попали на грануляцию к Руслану. Да. Ну, ребята сидят в одном офисе, рядом друг с другом, четко понимают, кто что делает. Продукт попал к нему на гранулятор. Это на 2 бункера. Покажи, мышка Руслан, покажи. Он на... То есть, они могут быть совершенно разные продукты. Первый, это может быть 10 тонн для бройлеров, а во втором бункере уже следующая партия ожидает, это пристартерный корм для поросят. Дальше, Андрей говорит, что там закинул, какой корм, для чего. И все нажимаешь, старт, стартуешь здесь, потом поднимаешься. Автоматика, да. Все, автомат становится, потом поднимаешься на второй этаж, и запускаешь гранулятор. Ну, это по линии, и там все. А гранулы каких размеров делаем, какого диаметра? Ну, на данный момент на двойке матрица. А так разную, какую скажут, какой корм, для какого... То есть, для пристартера, допустим, это может быть пристартер 2,2 мм, 2,5 мм. Мелкие, да? Да. Это мы сейчас на складе увидим. Для свиньи это 3,2 мм, для крупно-рогатого скота это 5 мм, а если мы говорим об угощениях для лошадей, то это 16 мм. Крупные такие, да, да, да. Как для рыбалки. Да, да, да. И каждый раз надо тогда матрицу менять, и все это согласно рецепту. То, что он сказал, что он сортовал, в этой спецификации заложено, какой диаметр гранул. И он потом отсюда идет на... Покажи там, где пар добавляется. Ну, здесь подается здесь клапан пара, температура, нагрузка. То есть, грануляция это у нас под высоким давлением, с высокой температурой, да, пропускаем через матрицу. Да, с паром, с подачей пара всего, и пропускается через матрицу, и выходит уже гранула. Ну, можно я немножко откоррегирую? С высокой температурой это не согласно спецификации. То есть, если, допустим, мы делаем пристартер, то мы говорим, с какой температурой этот продукт должен в гранулятор зайти. В зависимости от этого, здесь, в зависимости от этого, мы регулируем поток продукта, мы регулируем подачу пара, для того, чтобы мы через ПТН-100, это градусник, мы четко говорим, что на входе в гранулятор у этого продукта должно быть 40 градусов. Для чего это делается? В разных продуктах разное сырье. Некоторые очень хорошо подаются к гранулированию, некоторые плохо подаются. У пристартерных кормов высокое содержание молока, оно очень тяжело подается к гранулированию. И если вы подаете продукт в гранулятор, вы должны понимать, что если вы вошли 40 градусов, на выходе у вас будет плюс 15-20 градусов. За счет трения. Да, за счет трения, за счет проталкивания продукта через матрицу. То есть вы подаете механическую энергию в этот продукт. Если она слишком высокая, то на выходе у вас будет слишком высокая температура. Все говорят, что витамины и так далее, что они все термостойкие и так далее. не разлагались. Витамины сразу после такого процесса, они не раскладываются. Они раскладываются в промежутке времени. И от этого зависит, как долго мы этот продукт можем отгружать. Как радиация. Да, то есть вы, допустим, если вы дойдете до 80 градусов, вы потом измерите, у вас ничего не будет. Если вы через месяц измерите, то соотношение витаминов упадет. То есть они будут разлагаться. Для нас это не критично, потому что мы делаем все подклиничного клиента. Вы потом увидите склады и готовых кормов, у нас почти нету готовых То есть колес работаете, да, получается? С обеих сторон. На въезде и на выезде, да. Супер. Но тем не менее у клиента этот продукт хранится. Он же не сразу перерабатывает. Если он у нас был, и потом у него начинают одну-полторы недели, надо понимать, что за это время активность витаминов упала там на 3%. Но это много. Поэтому мы знаем по продуктам, до какой температуры мы можем поднимать. и мы понимаем, что температура пара это на каждые 10 градусов поднятия температуры вы вкладываете 1% влажности. Слишком высокий влажный продукт нам тоже не нужен. Поэтому мы делаем поднятие с окружающей среды 25 градусов до 40, это 15 градусов мы поднимаем. Добавили 1% жидкости через пар. Мы его через пар гранулятора пропустили, подняли на 15 градусов температуру и потом через охладитель он вышел опять на влажность, которая нам в конце процесса нужна. Это надо все время каждый продукт вот так настраивать. А грануляция нам нужна для каких целей? Почему нельзя просто рассыпчатый комбикорм без грануляции? В первую очередь это чтобы однородная масса была, чтобы не рассыпалась, я правильно говорю? Кристина, скажи. Здесь, наверное, больше по физиологии от животных зависит. Также и размер гранулы, допустим. Если у нас маленькие цыплята, поросята, это гранула 2 мм, чтобы поедаемость и однородность структуры, чтобы все мы знаем, они начинают есть, допустим, что самое вкусное. То есть, чтобы до цыпленка дошел весь продукт, нужно, чтобы была гранула. Чтобы вкусняшку не выклевывал из корма. Да, абсолютно правильно. Также, допустим, по КРС. КРС у нас любят в основном жмыхи и широта, то есть, они все это съедят из самоструктуры. Если мы это в гранулу, то есть, они поедают полностью и витамины, и минералы. И причем плюс в том, что для КРС мы добавляем и чтобы она восполнила все свои недостатки, которые у нее есть, то есть, по витаминам, минералам и так далее. Поэтому здесь, наверное, преимущество именно от физиологии будет зависеть, почему именно гранулированный корма. Структура это, в основном, очень редко. Это концентраты в основном структурированные, а так, в основном, чтобы полнорационные корма, это лучше, конечно, гранулы для усвояемости, для роста животного. Кристина, и тогда скажите, пожалуйста, раз про КРС начали говорить, для лактации, для сухостоя, это разные корма делаете? Абсолютно разные, даже стойловый или, ну, приут, или на выпасе коровы, то есть, все это зависит от периода, от лактации, от высокопродуктивности коровы, да, то есть, все будет по-разному, абсолютно разные рецепты, абсолютно разные премиксы, абсолютно, ну, набор разных микро-макро-компонентов. Ну, то есть, если я к вам пришел, и у меня там условные голштинки там, которые там, ну, как известно, там полтора года, там максимум, наверное, лактации, потом на выборковку иду, да, то есть, я говорю, вот у меня есть голштинки, мне составьте для них рацион, да, то есть, все полностью составляется именно из пожелания клиента, день лактации, количество молока, который дает корова, то есть, все-все-все, срок стельности и так далее, это все учитывается, мы учитываем наличие сырья, которое есть свое у клиента, да, то есть, и под это именно сырье мы делаем свой комбикорм, который только для них будет. Вот вы задали вопрос, у вас голштинки, прежде чем нам с вами о чем-то договариваться, о каких-то кормах, мы выезжаем к вам в хозяйство, и наш специалист Кристина, она полностью мониторит, делает аудит хозяйства вашего, то есть, мы смотрим вашу кормовую базу. Это плавно? Это нет, это не входит вообще, ну, то есть, это бесплатная услуга нашего завода, делается это для того, чтобы максимально четко подобрать для вас, именно вашим коровам, в вашем хозяйстве, именно ваш рацион, то есть, у нас нету какого-то одного рецепта, который мы делаем для всех поголовно. Мы выезжаем к вам в хозяйство, делаем аудит хозяйства, смотрим, что именно... То есть, смотрите наличие моих кормов, да? Не только, мы смотрим, то есть, состояние ваших коров, да, их упитанность, то есть, их молочную продуктивность, смотрим, сколько у вас там, допустим, в сухостой стоит коров, сколько у вас сейчас до идти вы коров, то есть, и на основе всех этих данных, потом мы уже приезжаем на место, садимся, составляем полностью под вас рационы, делаем вам коммерческое предложение, то есть, если вы согласны, то есть, и с ценой там, и со всеми условиями, то только после этого мы заключаем договор, ну, то есть, и продолжаем с вами, уже начинаем работать. А если у меня условные галштинки, там, 39 дают молока, я хочу 41, ты скажешь, составьте мне комбикорм на 2 литра, это возможно, да? Работаем над тем, да, именно суть в том, чтобы мы показали вам результат, неважно, то есть, сколько там раз мы к вам выйдем, что у вас там есть, то есть, мы будем вам составлять комбикорм такой, чтобы вы на своем хозяйстве увидели результат, именно то, что вы хотите увидеть, правильно? То есть, поэтому у нас нет стандартной линейки, которую мы будем продавать всем, абсолютно разным хозяйством, один и тот же комбикорм, поэтому, ну, как бы подход у нас такой, чтобы у всех было все свое, и то есть, видели результат. Но может стать так, что Кристинка скажет, нет, 39 это не экономично для вас, вам нужно уйти на 35, вы будете иметь такую экономию в кормах, у вас будет на каждый литр, столько-то плюсов, валового дохода, и вы в деньгах вы будете зарабатывать, как клиент вы будете зарабатывать больше. Вот, поэтому здесь как бы и ретабельность тоже рассчитывается. То есть, да, да. Ребят, комбикорма, это тема такая, оказывается, это не просто закопить, я хочу чем-то покормить своих коров условных, да, оказывается, у нас тут, ну как все сложно. Есть хозяйства, которые вот доят 40 литров, да, но у них по деньгам, то есть себестоимость молока не выходит, поэтому мы можем порекомендовать, давайте снизим ваш рацион, вам будет дешевле, вы получите, да, меньше молока, но у вас будет больше прибыли, то есть, исходя из этого. Поэтому и к каждому клиенту такой подход, и на каждого клиента свой рецепт абсолютно. Слушайте, я это слышу первый раз. Я это слышу первый раз. Поэтому у нас даже для птицефабрик, у нас нет одинакового, ну какого-то одного пристартера, даже, грубо говоря, для каждой птицефабрики, у нас своя линейка кормов, от пристарта до финиша. То есть, под каждое пожелание любой птицефабрики. Хотят они там на соевом шроте, хотят они там на белковом констре, то есть, это мы все учитываем. Да, полностью все. Важно учесть еще, допустим, если фабрика халяль, то есть, там абсолютно не будет тех продуктов, то есть, это будет гарантия, то, что не будет использоваться продукты животного происхождения, все будет только на растительных продуктах. То есть, можно сказать, что вы делаете халяльные корма? По запросу клиента обязательно. То есть, это все зависит от клиента. То есть, мы сначала, когда делаем рацион, мы сначала обсуждаем его с клиентом, то есть, со специалистами именно на фабрике. То есть, если они нам дают добро, вот только после этого мы запускаем уже производство. То есть, я думал, приехал... От себя мы и не делаем. Корма там придумали какой-то рецепт и запустили. Я думал, приехал, купил корма и уехал. Нет, соответственно, есть, конечно, линейка для частного сектора, вот там, допустим, грубо говоря, которые стандартные рецепты, которые есть всегда в наличии на заводе, но под клиента конечного... под бизнес мы говорим о бизнесе, да? То есть, это отличается. Абсолютно разный рецепт. То есть, такого никогда нет, что вот какие-то одна линия запустили. Поэтому у нас очень большой, ну, спектр наименований комбикормов. Но важно отметить, что даже для частного сектора у нас корма, то есть, ну, премиум, можно сказать, класса. Нету такого, что мы там закинули в отруби, их отгранулировали и продали частному сектору, да? Там полностью будет рацион, если это бролеры, то это будет чисто бролерный рацион. Если это крес, то это крес. Ну да, тебе чё, частенько говорят, хочешь выкранить птицу, покупай виамин. Да? Да. Отлично. А, кстати говоря, про рационы. Они отличаются от тех, которые были приняты в советские времена? Рационы? Или сейчас рационы, которые в Германии или в Казахстане? Нет. Или вы их сами составляете? Вообще. То есть, вот эти ГОСТы и так далее, ТУ. Вообще, в принципе, любой наш продукт соответствует ГОСТу, это понятное дело. То есть, всё как положено, всё добавляется, всё выдерживается. Но с учётом времени, то есть, мы развиваемся, есть новые продукты на рынке, и мы пытаемся... И технологии развиваются, это в любом случае. Да, безусловно, где-то мы берём какую-то основу, даже вот буквально сказать, вот для КОС мы разрабатывали, то есть, мы изучили очень много литературы, начиная с советских времён. То есть, но селекция идёт, то есть, улучшается вид животного, то есть, и всё это, и продукты новые появляются. Поэтому мы стараемся внедрить все новинки, которые только возможны, без вреда, конечно, для животных, но при этом мы выдерживаем структуру ГОСТа, это 100%. Поэтому даже у нас нет ТУ, у нас ТУ только на концентраты птичьей, потому что у нас, ну, ГОСТа такого нет, в принципе. А всё остальное по ГОСТу? Но ГОСТ это современный казахстанский ГОСТ? да. ГОСТы международные... То есть, это не старый советский УСОК? Или международный вообще? Казахстанский и российский, потому что мы являемся поставщиками именно по Российской Федерации. Поэтому это всё чётко соответствует. Как только ГОСТ обновляется, значит, мы, ну, то есть, все показатели, всё-всё-всё, это меняем абсолютно сразу. Я вот хотел бы ещё тогда про микорма для овец, для дойных овец поговорить. Есть ли у вас такие? Потому что в России в последнее время, ну, в определённых регионах, скажем так, овечье молоко, овечьи сыры в конечном итоге, да, объём нарастает. В Казахстане я этого не видел, но в России я это видел достаточно часто. Камбикорма есть у вас для дойных овец? Как раз-таки, наверное, полгода, да, мы пытались разработать эти корма, столкнулись с тем, что на рынке есть корма просто для МРС. то есть, никакого больше разделения нет. что опца всё одинаково. Начали изучать рынок, то есть, поняли, что многие даже кормят для КРС кормами, что абсолютно нельзя делать. Поэтому у нас есть абсолютно две разные линейки. Это для коз, именно лактирующих, и для овец. То есть, абсолютно разные линейки, абсолютно разные премиксы. И вот сейчас как раз у нас проходят опыты, мы внедряем свою эту линейку, и довольно-таки неплохие отзывы получаем от этих опытов. То есть, я сейчас, извиняюсь, перебил, я сейчас услышал, что разные корма для коз и овец сделали. Абсолютно разные. Потому что, ну, обычно мы на условных мешках видим, вот она коза, вот она овца. Картинка, ну, один тоже мешок, и два животных. Программа кормления абсолютно разная. Естественно, да. Естественно, абсолютно разная. Да, то есть даже по овцам есть свои разделения, есть как мясные направления, есть овцы вот лактирующие, как вы говорите, то есть абсолютно разные линейки, абсолютно разный состав, абсолютно разное содержание компонентов. То есть есть для коз, допустим, есть свои особенности, там можно там добавлять там яблочный жом, да, для улучшения лактации. У овец этого делать не обязательно. У овец там, допустим, мы используем их спорцет, да, чтобы, ну, именно эту травяную муку, чтобы улучшить у них качество молока и лактацию. Поэтому абсолютно разные. Вот яблочный жом, кстати говоря, мы однажды снимали производство сидра, и там люди говорили, что утилизируют весь этот яблочный жом, да? То есть он как раз... Мы его из Таврополя последний раз? Да, из Таврополя. Вот сейчас мы везем его из Таврополя. Система закупки, по всей России, по советское пространство. Нормальный, качественный яблочный жом идет из Таврополя. Всю страну проезжает. Что бы вот для этих опытов, для этой системы кормления? грубо говоря, для каждой линейки, для кос и для овец, у нас по 5 премиксов для каждой. То есть это пристартер, это рост, это лактация, это там, допустим, от корм. полностью разные премиксы. И для баранов, и козлов осеменителей. Про козлов расскажи. Про козлов, да, то есть мы выработали комбикорм. Не учли, что выработали комбикорм для большой нагрузки, то есть от клиентов приходят отзывы такие, что эти козлы разносят все загоны на три садки, то есть у нас рассчитано, и очень большая продуктивность у козлов получилась, и то есть осеменяют 100% в загон не зайти. к личному человеку в загон не зайти. Поэтому люди даже с опаской уже начинают переживать. Сначала начали, что происходит, почему так, то есть резкая активность. И преимущество в том, что мы тем, что мы ввели хилатные именно элементы в хилатной форме, мы полностью исключили как бы затраты на ветеринарию. То есть у нас животные получают с комбикормом все то, чем они раньше кололи. То есть для коз, если это взять, им не нужно теперь дополнительно вкалывать селен или медь или что-то там тому подобное. То есть у нас все это в комбикорме есть. Также отмечают, что козы стали покрываться, то есть лучше. То есть у них есть все это, восполняют они с помощью комбикорма. И поэтому думаю, что мы на правильном пути. Так же самое и по овцам. Да, по козоводству я в Казахстане уже отметил, что есть предприятия, которые выпускают и козье молоко, и вообще линейку козьей продукции. Сыворотку, вот я увидел, кстати говоря, в России я обычно вижу, что сыворотку там в лучшем случае выливают или там делают какой-то этот сыр, как он, девичий-то этот сыр-то, напишите в комментариях, какое слово я забыл. А тут я в Казахстане даже увидел сыворотку в бутылках продают. Это очень-очень клёво. Да. Всё это есть, развивается, и поэтому мы шагаем в ногу со временем, то есть пытаемся тоже развиваться именно под это направление. А за счёт чего получился корм такой, что козлы стали активны? То есть чего вы там нахимичили? Мы не нахимичили, мы только всё натуральное, то есть я говорю, вот всё в органической форме, все макро-микроэлементы, и они уже с комбикормом получили всё то, что им нужно, то есть для качества спермы, для того, чтобы он был активен. И теперь козоводу не нужно бегать со шприцом вокруг этого козла и просить его упрашивать, чтобы он пошёл, сделал, покрыл там какую-то козу. То есть он всё теперь это делает сам, то есть комбикорм настолько уникален, и, как правильно-то сказать, подстроен именно под потребности этого козла. Да, да, да. Он просто получает то, что ему надо. Даже у нас мы жрём всё, что на стол попадает, а у них чётко по рациону. Поэтому... Фишку расскажи про белого дырпора с чёрной головой, что мы начали сейчас делать. Да, и сейчас мы разработали новую линейку кормов именно для дорперов. Прямо для дорперов? Прямо для дорперов. Местные породы. Сейчас у нас в Ижевске, да, в Ижевске у нас проходит опыт именно по этим овцам, то есть для того, чтобы мы посетили семинар летом приезжали с Африки, то есть рассказывали, как там правильно всё это кормить. Мы полгода над этим работали и сейчас вот выпустили эту линейку именно для дорперов, чтобы за короткий промежуток времени этот баран набрал, то есть тот вес, который ему нужен и полностью на комбикормах. Есть, конечно, есть концентраты, если хозяйству выгоднее брать концентраты, если у них есть своё сырьё. И также есть линейка полнорационных кормов. Вот сейчас проходит опыт у нас данного. Супер. То есть селекция же прошла так, да, раньше были романовские, да, а сейчас дёрппер, сейчас кутумские бараны и так далее. В Казахстане свои местные направления. Да, да. И под эти местные направления, ну, привыкли все работать экстенсивно, да, а сейчас можно с нашими кормами их быстро вывести на определённый вес, да. Вот. И, кстати говоря, по поводу отличия баранов, да, и откос, то есть если все зачастую раньше кормили одним комбикормом. Недопустимо это почему? Допустим, грубо говоря, медь без меди коза загнётся у вас, да, по-русски говоря, а бараны, наоборот, от переизбытка меди, то есть вы погубите всё стадо. Поэтому, даже по этому критерию, то есть должны быть абсолютно разные линейки, которые не допускаются в наличии других микрокомпонентов. Вот вы произнесли породу котумская, да, а я как фермеру хочу похвастаться, благодаря нам, люди, по крайней мере, в России, на постсоветском пространстве узнали об этой породе, потому что в своё время мы познакомились с Олегом Станиславовичем, лебедем, да, автором этой породы, и у нас на форуме прямо такая огромная, огромная тема, где люди обсуждают именно котумскую вот эту породу овец, классная порода овец, друзья мои. Да, и самое главное, то есть с чем связано? связано с тем, что, я извиняюсь, конечно, кто-то звонит, связано с тем, что для того, чтобы раскрыть эту породу, её потенциал, её возможности нужно кормить комбикормом, который ей даст эту возможность. То есть у вас есть комбикорм для котумской породы овец? Да. Мы работаем над этим. Супер вообще. Ну, я больше хвалюсь, она по результатам говорит, да. Пока, да, мы видим результат. Мы можем помочь этой овце раскрыть свой потенциал. Друзья мои, мы выяснили очень клёвые вопросы, но вернёмся к производству, Конрад. Мы всё время отходим. Да, но у вас такой стиль общения с одного на другое, чтобы зрителям нашим было интересно. Окей. После грануляции, в зависимости от рецепта, я уже говорил, мы тут можем поставить 2,2 мм матрицу, 2,5, 3,2, 4, 5, 6, 7, 8, 16. У нас продукт выходит за счёт внедрения механической энергии, он выходит достаточно 75-78 градусов, это может быть температура, с которой он выходит. И теперь надо этот продукт, надо его охладить. Задача такая, чтобы охлаждённый продукт готовый был охлаждён минимум на 5 градусов выше окружающей среды. То есть, грубо говоря, он идёт в охладительную колонку, где он посредством воздуха, который нагнетается снизу, продукт идёт сверху, воздух полностью этот продукт остужает. И здесь... А как-то влага удаляется? Нет, не удаляется. И здесь очень важно следующий критерий. Надо, чтобы продукт не охладился слишком быстро. То есть, грубо говоря, возьмём опять пример, на улице 20 градусов мы продукт произвели, и он вышел отсюда, температура 70 градусов, в колонку вошёл 70 градусов, а выйти он должен 25. То есть, мы тут должны убрать где-то около 40 градусов. Если вы сделаете это с очень большой производительностью, то получается следующий эффект. Вы померите температуру на уровне гранулы, поверхности, там температура будет 25. Но вы не убрали температуру изнутри. а вектор происходит таким образом, что вектор температуры идёт из ядра гранулы наружу, а влажность наоборот внутрь. Поэтому здесь... Чтобы гранула не распалась, да? А её потом разрывает. Если вы это неправильно сделаете, она потом в процессе её разрывает. и поэтому нужно, чтобы этот процесс был очень спокойный. Очень спокойный. Для того, чтобы гранула успела охладиться полностью. Для того, чтобы потом не было такого, чтобы вы померили температуру 25 градусов, через час померили ещё раз, а там 40. А если она 40 будет, поведёт на склад, поведёт клиенту, начинаются необратимые биологические процессы. Это надо предотвратить. После этого процесса у нас есть возможность, что мы из гранулы ещё раз делаем крупку. То есть есть клиенты, которые говорят, ты мне сделай матрицу 3 миллиметра, а потом ты её разрушь и сделай крупку, которая отдельно мелкие частички. Первый раз слышу такое, а зачем это нужно? Это в основном направление как раз-таки несушка, при старте. Хочется сказать, недавно мы делали даже крошку из 2 миллиметра для перепёлок. Именно чтобы маленький цыплёнок мог брать вот эту гранулу. Поэтому мы делаем крошку. Совершенно верно. Я же тоже держал в своё время перепелов. Небольшое количество, 5000 было на рубеже 2000-го года. Мы её дробили, эту гранулу. Мы её мяли, ломали. То есть точно, для перепелов. Это из двойки это для перепелов. Мы делаем ПК-2 у нас вот такой вот была рецептура комбикорма, который мы его пытаем. Да, всё именно так. Для несушки делаем крошку из 3 миллиметра и для КРС делаем крошку из 5 миллиметров. Тоже если это какие-то концентраты и клиент хочет, чтобы это была крошка, мы делаем крошку. Но опять же повторюсь, что это уже из гранулы получается. произойдёт расслоение питательных всех веществ. Поэтому именно важно сначала сделать гранулу, а потом её раздробить. Отлично. И дробить можем разную. За счёт того, что мы вальцы можем друг к другу присоединять. Опять же под конечного клиента он говорит, мне нужна крупная крупка или мелкая крупка. и под это подгоняем. Крупная крупка, да, да. Чёртов русский язык, да. После этого это последний подъём, это третий, да, Андрей? Третий подъём, опять поднимаем наверх, опять принцип тоже самый, идёт через, если есть необходимость, идёт через сета, если нету, то идёт мимо сетов, и идёт уже на бункера готовой продукции, или же на мешкатару. У нас здесь возможность есть бункера готовой продукции, где мы в рассыпном виде можем грузить на машину, у нас свой транспорт, вы видели, это пневматическая машина, специализированная машина, где у нас на данном этапе, у нас там три бункера, да? Четыре. Четыре, я извиняюсь, четыре отдельных бункера. А, то есть вы одной машины можете разные привезти, Да, мы привозим пристартер, два бункера стартера, один финишный. Супер, супер. И это сразу напрямую у клиента в его бункера можем также рассыпать в разные, да? точно также рассыпать в разные, да. Или же мы в мешкатару и уже клиенту привозим в мешкатаре. Ну, мешкатара наверное всё-таки больше для каких-то наверное частников мне кажется фирмера берут мне кажется россыпи в основном. Ну, есть и клиенты которые для определенного вида животных то есть ну, сейчас пример для хряков у тебя же ЕМС для хряков берёт мешкатаре. Да, ну там потому что небольшие объёмы соответственно там хранить в мешках более удобней а если уже Ну, то есть в качестве подкормки получается да, не основного корма, да? Нет, в качестве основного основного, да? А если это птичники большие птицефабрики то да, это кормовоз то есть выдувает сразу в ракету возле самого птичника но в мешкатаре в основном у нас это идут крестные корма потому что в мешках удобнее хранить в мешках удобнее кормить то есть в тот же миксер высыпать то есть это будет более точное дозирование потому что клиент знает что там точно 25 килограмм да и в зависимости от рациона он может уже то есть контролировать ну и плюс это контроль объема то есть случаются случаи что утаскивают ты можешь мешки гораздо проще посчитать чем просто в бункере кто там кто там отсыпал себе на чай вот к сожалению это ну так бывает ну это жизнь да так ладно окей после этого мы находимся или в бункерах готовой продукции приезжает закуп закуп нужно определенные виды сырья определенного качества в определенный момент в определенном количестве чтобы они были на заводе чтобы это у нас не затаривалось ничего под потребности нашего конечного клиента то есть это два человека закуп один живет в Екатеринбурге другой в Ставрополе я сам родом из Екатеринбурга да а я родился в Оренбурге о как да да все люди которые здесь начиная от диспетчера до грузчиков и так далее на данный момент у нас 29 человек можем закрыть полторы смены в день а вот проблема с именно с получением сырья то есть насколько я понимаю для комбикормовых производств очень важно входящее качество что было всегда одинаковое да да то есть как этого добиться я не представляю просто я с фермерами общаюсь очень много я понимаю что качество-то разное даже у одного хозяйства где-то я не знаю влажность повыше вдруг стала еще что-то там и так далее и так далее зерно там третьего класса первого класса и так далее да здесь допустим система у нас настроена так что стараемся завозить сырье именно от одних и тех же поставщиков одного и того же качества но в случае того что как вы говорите пшеница это самый элементарный да вопрос который может прийти там третьего класса может прийти четвертого класса главное чтобы они не отходили по качеству по ГОСТу и при этом если у нас вдруг меняется качество сырья у нас есть специальная оптимизационная программа по которой мы меняем рецепт то есть он дает нам возможность оптимизировать рецепт настолько точно то есть приходит КАМАЗ сырья на проходную то есть охрана оповещает меня о том что пришло сырье мы идем отбираем пробу то есть своя лаборатория получается у вас есть да где мы проводим на анализаторе экспресс анализом первостепенные показатели качества которые мне нужны для того чтобы сейчас запустить эту машину то есть это элементарные сорная премия зерновая для зерновых влажность протеинжер клетчатка то есть это все на анализаторе мы можем проверить зараженность проверяем зараженность не допускается у нас ни в каком случае то есть для производства мы не выгружаем машина разворачивается и уезжает назад если же качество проходит дается команда заведующему складу машина выгружается при этом отбираются пробы отправляется в лабораторию которая у нас есть независимая лаборатория где-то у нас по городу есть лаборатория с которой мы работаем по Российской Федерации допустим аминокислоты монокальций то есть такие добавки это мы отправляем в Ленинградская лаборатория здесь какие-то такие компоненты мы у нас в местных лабораториях исследуем обязательно полностью то есть чтобы себя нам пришло качественное сырье исходя из того что я получила на анализаторе я забиваю это все в программу корм оптима оптимизационную нашу программу каждый раз каждая парка сырья в зависимости от основной массы от пшеницы все сырье абсолютно все что зашло все показатели качества выбиваются в программу и дается сигнал другим оптимизаторам в том что у нас зашла пшеница с таким-то таким-то качеством прошу учесть при расчете компонентов то есть мы заходим в программу и программа нам дает понять что так у вас изменились показатели качества в таком-то в таком-то рецепте то есть я рецепт когда открываю мне программа говорит в данном рецепте изменились показатели качества на пшеницу допустим изменилась там цена обратите внимание при оптимизации все то есть и каждый рецепт с каждой новой выработкой он оптимизируется под то сырье которое сейчас зашло но при этом мы стараемся чтобы у нас было стабильное качество на выходе чтобы мы получили одинаковый корм в течение годов, в течение месяцев. Из разного качества сырья. Даже 0,2% протеинов пшеницы, допустим, разница на 0,2%, но в птичьих кормах, где её идёт 60-70%, очень большую роль играет в экономике и в качестве конечного корма. Поэтому это всё строго регулируется, строго оптимизируется под то сырьё, которое есть на заводе сейчас. Именно в этот момент. Да, но по экономике же получается это разное. Стоимость корма вам. Вот смотрите, я просто дополню. Ну возьму опять пример, она про пшеницу сказала. Мы закупили пшеницу вагонами из России. Вроде нормально, хорошая цена. Но у неё по спецификации 13% протеина. Купили пшеницу в Казахстане. Цена выше, но у неё 15%. И идёт сравнение на процент протеина. А сколько мне стоит процент протеина в этой пшенице и в этой? И из этого сырья, потом Кристина берёт, и делает, грубо говоря, новую оптимизацию вот этого продукта. Это может идти по сою. Соя из Иркутска и соя из юга Казахстана. Совершенно разного качества по протеину. Это идёт по пшенице, по... Практически по всем компонентам. Ну, исключая там именно кислоты и добавки. И каждый раз до начала производства рецепт должен быть оптимизирован. Для того, чтобы выдержать ту спецификацию, которую мы дали конечному клиенту. И да, себестоимость этого рецепта каждый раз разная. Экономика каждый раз разная. Хотя мы конечному клиенту продали по определённой цене, которую мы гарантируем. Оговаривали заранее, естественно. Да, да. То есть, если произошла смена сырья, по одному и тому же рецепту комбикорм не делается. В любом случае. То есть, он оптимизируется именно сейчас, в данный момент. То есть, за час до производства диспетчера мне говорит, что у нас пришла такая-то заявка от клиента. Я захожу в программу, оптимизирую, передаю рецепт на производство. И только сейчас, в режиме реального времени, всё это делается. И производится именно то качество, которое должно быть у нас на выходе. То есть, неважно, какое качество зашло. Но при этом строгий регламент качества входящего сырья. Ну, это всё делается программно, да? То есть, автоматически вы не сидите, условно, с калькулятором. Нет, конечно. И вы считываете, что мне 232 грамма там надо. Да, то есть, здесь бывают такие моменты, когда цены на рынке скачут. И я, допустим, смотрю, что мне зашла пшеница, допустим, на 10 тысяч дороже. Я начинаю связываться с менеджером и понимаю, да, возможно, нам где-то, грубо говоря, уйти по цене. Возможно ли мы произвести этот продукт. Но никогда никто по качеству никуда не уходит. То есть, есть строгий регламент, по которому мы должны это всё произвести. И программа мне покажет даже вплоть до того, насколько я сейчас выиграю в цене, если я снижу процент протеина на 0,1%. И она мне показывает, если вы сейчас снизите на 0,1%, вы получите 2000 тенге плюсом. То есть, в таком духе она работает. Экономим. Супер. Это, ну, на самом деле, я занимался там с 94-го года птицей, да, на те-то времена. О таком цифровизации производства никто вообще не говорил, да. Засыпали, что там на глаз куда что упало, там что ты там получил. Поэтому была очень большая проблема. Каждый раз ты покупаешь комбикорм, он каждый раз разный у одного и того же производителя. То есть, это была такая, ну, боль реальная. Ну, и зачастую встречаемся с тем, что, сталкиваемся, что птицефабрики многие, у кого есть комбикормовые заводы, у них стоят чёткие рамки, да. Мы пшеницу принимаем протеин не выше 13,5%. Мне все начинают спрашивать, почему. Потому что у них есть один рецепт, по которому они работают, им строго нужно качество. То есть, а мы здесь сможем играть, вот как Конрад правильно сказал, пришла пшеница с 13% протеина, и пришла с 15%. И мы можем здесь оптимизировать, какой пшеницы мы добавим больше, какой меньше, и выйдем на выгодную цену нам. В тот или иной комбикорм для тех или иных животных, там, птиц, да. Поэтому, да, у нас на заводе в данный момент 4 вида пшеницы имеется. То есть, 4 есть первый класс, есть пятый класс, есть третий класс, то есть, всё, и мы в зависимости от этого делаем рецепты. То есть, не просто пшеница, да, там у нас пшеница лежит. Не, 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 абсолютно. Ну, и очень важный показатель, это, особенно сейчас, в этом году была очень сложная погода, это, конечно, микотоксины, да, дон и терролинон, да. То есть, это можно, всё, что сейчас говорили, всё сделать на 100%, а если попадётся такая пшеница, то она может весь результат испортить, да. То есть, очень чётко за этим смотреть надо. Друзья мои, мы в сердце предприятия, именно от входящего сырья зависит качество конечного продукта, правильно говорю, Кристина? Да, соответственно. И всем этим командует Кристина. И, Кристина, вы серьёзно заворачиваете автомобили, которые к вам приезжают? Абсолютно, легко и просто, то есть, если что-то не подходит по качеству, то да, соответственно, если есть какие-то отклонения, пытаемся договориться, может, где-то с поставщиком, да, то есть, если какие-то малейшие отклонения. Если продукт вообще не подходит под переработку, то сразу разворачиваем камазы, фуры, неважно, что это, да, в каком виде пришло сырьё, и отказываемся от данного продукта. Тогда давайте смотреть, что вы делаете и как проводите анализы. Ну, первое, это сразу мы проверяем экспресс-анализом, да, то есть, на нашем анализаторе, в данный момент у нас пришла машина с рыбной мясокосной мукой, то есть, есть у нас инфракрасный анализатор, в каждый, под каждый образец есть своя кювета, да, засыпаем образец, анализатор настроен. Вы покажите, пожалуйста, Роману, поднимите его. Ну, то есть, да, мы в кювету, для каждого вида сырья есть своя кювета, есть своя кривая, для которой он настроен на различные виды сырья, то есть, и таким образом мы проверяем экспресс-анализом, то есть, первоначально подходит нам сырьё или нет. То есть, забрали сырьё, пошли на анализатор, да? Да, то есть, машина не выгружается, пока я не дам конкретно отмашку, то есть, что, выбираем анализируемый продукт на анализаторе и начинаем измерение. То есть, у вас в программе забито наименование сырья, да? Полностью, да, 23 наименования различного сырья, на которые мы можем анализировать, то есть, первоначально это у нас жир, протеин, клетчатка, влажность, это самые основные позиции, а также органолептика, на вид, на цвет, то есть, да, сразу анализируем. И то есть, только после этого даём своё заключение, что мы можем выгружать данное сырьё. Есть такие проблемы, когда просто по протеину, допустим, не идёт, да? То есть, мы тогда замораживаем это сырьё, оставляем его на складе, пытаемся договориться с поставщиками. Если поставщики идут на уступки, то, значит, мы берём переработку, да, то есть, но только по другой цене, да, где-то смотрим, как оптимизация пойдёт по этому продукту. Если же это какие-то конкретные различия по качеству, то, соответственно, сырьё в переработку не допускается ни в коем случае. То есть, токсины, плесень, запах несвойственные. А засорённость? А засорённость, у нас свой есть регламент, допустим, по зерновым, да, сорную примесь, да, мы допускаем, допустим, до 3%, зерновую примесь мы допускаем до 10%, но смотря какая зерновая примесь, то есть, если это битый, колотый, да, то есть, всё в любом случае, что пойдёт к нам на переработку, то есть, это варианты я могу рассмотреть, то есть, можно где-то подкорректировать, да, но проросшие, да, щуплые, это не допускается, то есть, только по ГОСТу какие есть ограничения. То есть, вот уже всё, да? Да, анализатор выдал нам анализ, я нажимаю на печать протокола, протокол выпускается, эти данные все забиваются в нашу оптимизационную программу, и даётся... А по влажности, кстати говоря, есть какие-то требования? Абсолютно верно, то есть, по зерновым это не выше 14,5%, потому что выше 14,5% мы не передробим так, как нам нужно именно. То есть, всё, эти данные я беру и забиваю в оптимизационную программу, даю данные другим оптимизаторам, что у нас пришло сырьё с таким-то, таким-то качеством, прошу обратить внимание, мы берём его в работу, всё, то есть, дальше процесс уже пошёл, оптимизация и так далее. Да, то есть, здесь первое, сразу мы смотрим запах, цвет, да, дальше смотрим влажность, да, по влажности проходит сырой протеин. По сырому протеину, в основном, сразу запрашиваю у нашего закупа, что у нас приходит по спецификации. Закуп мне говорит, не ниже сырой протеин 50%, всё, 51,9% вижу, значит, у нас проходит, всё допускается в переработку. Сырой жир, сырая зола, здесь важный показатель сырая зола, то есть, если будет больше, допустим, 25%, то есть, я уже начинаю. Это, то есть, есть такой показатель качества при сжигании, остаётся… А где вы его тут сожгли-то? Нет, это преимущество инфракрасного анализатора, он позволяет настроить инфракрасное излучение таким образом, что даёт нам узнать эти показатели примерно, и, соответственно, здесь будет различие между химическим анализом до 1%, но это в пределах допустимой нормы. И также немаловажно получается у нас кальций и фосфор, тоже из этого даётся нам понятие, допустим, по мясокостной муке. Это в основном мясная мука или всё-таки костная, да, то здесь уже можно будет сделать… То есть, если больше кальция, то это костная, наверное, да? Да, соответственно. И также по золе, допустим. Настраиваем мы анализатор только по химическим анализам, то есть, мы отправляем в Омскую лабораторию, собираем арбитражные пробы. То есть, даже за границу получается? За границу, да, в количестве на каждое сырьё 10 проб – это минимум для того, чтобы нам настроить калибровку анализатора. Калибровку он проходит раз в полгода, раз в год, в зависимости от количества приходящего сырья, да. То есть, всё это делается только на химическом анализе. И, соответственно, после этого мы пустили его в производство, но для своего успокоения отправляю где-то в наши местные лаборатории, для того, чтобы знать какие-то больше точные данные, да, и потом уже сравнивать с тем, что показывает ли мне анализатор правильно или нет. Ну, и аминокислотный состав, соответственно, тоже определяем. Поэтому, как бы так, и всё очень легко и просто, быстро идёт в производство, и всё. Супер! После чего, после анализирования, каждая партия нового сырья – это новый рецепт, новый продукт, то есть, да, полностью всё контролируется. Качество, наличие всех компонентов. Есть, безусловно, есть взаимозаминаемые компоненты, но есть компоненты, без которых произвести комбикор просто невозможно. Ну, да, это аминокислоты, это премиксы и так далее. Поэтому стараемся, чтобы всё у нас было надлежащего качества и всё в нужном исполнении, скажем так. Отлично! А что там ещё на столе у вас лежит? Здесь, получается, это был вчера приход пшеницы. То есть, в первую очередь по пшенице отбирается образец. Образец собирается ещё за воротами. То есть, КАМАЗ не заходит на территорию вообще. В первую очередь сейчас, в этот период, это проверка на заражённость. То есть, на стекле смотрите, да? На стекле осмотрю, проверяю, то есть, заражённость клещами. По ГОСТу допускается, я не допускаю вообще, от слова совсем, потому что хранение зерна очень в больших объёмах, да, то есть, вероятность заражения полностью всего сырья невозможна. Хлоп-черепашка, то есть, вот эти всех, да, эти визуальные. Да, условно, да. И для себя, допустим, есть у нас критерии свои именно для пшеницы, да? То есть, есть пшеница с высоким содержанием протеина, но по хлебопекарным качествам она не подходит. Но мы её можем себе взять, переработать. Из-за протеина. Да, из-за протеина, из-за её качества, в принципе. Натуру определяем. Покажите, как вот, давайте насыпем чего-нибудь. Так. Проверим. И я научусь. Всё. Что-то не туда. Так. Собрали мы прибор. Пшеницу, ведро. Натура – один из тоже самых главных показателей. Почему? Потому что мы должны знать удельный вес нашего зерна, чтобы потом в дальнейшем переработки его использовать. Так, у нас пошло сыпаться зерно. Да. То есть, мы должны определить, сколько в одном литре грамм зерна. То есть, сколько килограмм в одном литре, да, в объёме получается. Да. Сколько у нас влезет в банку того или иного сырья. Вот у нас получается. Это пустая банка? Нет. Это 660 грамм пшеницы у нас получается на литр. 660 грамм пшеницы в одном литре, да? В одном литре, да. Так, и что нам делать с этими показателями? Что лучше? Ну, 700, наверное, лучше, чем 600. Ну, конечно, да. То есть, эта пшеница, получается, она уже идёт как-то не классная, да? То есть, по каким-то своим показателям. Здесь у неё низкое число падения, низкая стекловидность. Поэтому здесь мы, ну, в зависимости от того, какой у неё протеин, принимаем решение, что мы будем её использовать в комбикоровом производстве. Так, в принципе, по сорной примеси тоже мы определяем по количеству сорной примеси и зерновой доске. То есть, вот здесь на столе, да? Да, здесь на разгодной доске. Здесь получается, что мы отвешиваем, не знаю, как она была, 50 грамм пшеницы. Да, то есть, и мы должны будем узнать, сколько у нас в 50 граммах. Так, рассеиваем сразу самую. Вручную перебираем каждое зерно, как золушка. Абсолютно верно. А, так вы золушка на предприятии. В этом году очень большая проблема с проросшими, да. Убираете вот негодную, да, получается? Ну да, мы будем сейчас взвешивать, сколько у нас получится потом сорной, сколько проросших, всё это вместе складываем, и отсюда принимается решение. То есть, так вот каждое зернышко перебрать, мусор убрать, и всего-то 50 грамм. А тут, ну, сколько работы по зернышку-то разложить. Вот эти вы почему забраковали? Проросшие. Проросшие, да. Да, вот в этом году очень большая проблема с проросшими зернами. Да, мы уже говорили, что была засуха, а потом очень долго шли дожди. Там месяц или больше. А это что такое чёрное? Это будет сорная у нас примеси. Да, это какие-то сорняки, да? Стрепка, она относится у нас к сорной примеси. Так, ну, я думаю, достаточно. Ну, то есть, такой трудоёмкий процесс, после чего мы взвешиваем, да, количество целых зерен, какое в процентном соотношении, и высчитываем процентное соотношение всех остальных зерновых примесей. Ну, как бы, это самые основные показатели, на которые мы обращаем внимание при производстве зеренов. Много пользуется, конечно, чужими нейтральными лабораториями, потому что независимо, чтобы клиенту сказать, что у нас это арбитражная проба. Мы в любой момент, если какие-то вопросы, эта проба у нас хранится очень долго, мы можем её ещё раз проверить и так далее. Да, абсолютно. Потому что всё равно, если делаешь у себя, делаешь у себя для приёмки сырья, чтобы самому быть уверенным. Но для клиентов это, ну, недостаточно. Вы сами себе это сделали. Ну, даже если вдруг появляются какие-то рекламации, да, то есть у нас здесь у Андрея есть ещё система такая интересная, помимо рецепта он может мне, я могу ему подойти и сказать, Андрей, позавчера делали такой-то корм, вытащь мне протокол смешивания. Он мне вытаскивает протокол смешивания, и там точно всё. Сколько должно было быть добавлено по рецепту, а сколько добавилось по факту. Я с этим листком иду и, допустим, поднимаю все свои арбитражные пробы, которые у меня хранятся в течение полугода, и мы начинаем работу с клиентами. То есть для того, чтобы показать... То есть вы каждую партию, получается? Каждая партия хранится у меня под нумерацией, всё как положено. То есть в независимую лабораторию отправляете, что ли? То есть я отбираю, да, допустим, 5 килограмм, условно говоря, этой пшеницы, 2 килограмма я отправляю в лабораторию, 3 килограмма хранится у меня. В любом случае на протяжении полугода, пока я не буду точно уверена, что всё, то есть корм отработал, да, комбикорм отработал, всё закончилось. И потом, если вдруг какие-то есть спорные вопросы с клиентами, мы поднимаем свою пробу, я начинаю поднимать пробы компонентов всего сырья, что есть в этом списке, и отправляю в лабораторию, то есть чтобы доказать, что действительно в нашем сырье не было никаких проблем. Так же самое, как, допустим, по готовой продукции. Ребята на мешкотаре отбирают строго каждый десятый мешок. То есть каждая проба каждой выработки с датой приходит ко мне в лабораторию, которая отбирается, так же само нумеруется, которая так же само полгода хранится. Если какая-то проблема... У вас склад с пробами должен быть больше, чем склад с ходячими продукциями. 12 стилажей стоит, всё как положено, то есть обезличивание происходит строго раз в полгода, всё убрали и заполняем следующими. То есть на случай вопроса от клиента я могу поднять любую пробу и показать, что вот у нас есть комбикорм, здесь есть какие-то проблемы или нет. И так же отбираем у клиента, отбираем у нас и отправляем в независимую лабораторию. То есть это такая превентивная мера на случай, да? Да, на случай всего. Есть даже были клиенты, которые мы при отправке прям пломбируем пробы, отправляем себе, оставляем себе. Ну, то есть им отправляем, оставляем себе именно за пломбированные пробы, именно с этой выработки на случай каких-то спорных вопросов. То есть это всё строго и чётко. Круто. Потому что если есть недобросовестные, могут хранить неправильно, а потом сказать, что наша вина. Соответственно, при хранении в течение, там, дольше у них сохранился корм по их вине, и они выставили на нас рекламацию. А мы им пробу отправляем, что всё соответствовало полностью от Абая, при производстве именно. Ну, на самом деле, такие случаи известны. Ну, я даже знаю, когда сотрудник по каким-то своим причинам налил воды в комбикорм в мешках, причём уж не знаю как, шприцом или чё. Ну, бывают, да, такие люди и руководители такие, да? То есть он замочил комбикорм, который ты там не увидишь. Когда мешки вскрыли, оказался, значит, ну, вода оказалась, комки. Ну, то есть у нас, получается, видите, всё равно по всей линейке производства на каждом этапе есть свои какие-то критерии для определения качества. То есть с Андреем мы следим по сетам, то есть на смешивание, на дробление, то есть структура смешивания, размер частиц, всё это. По температурному режиму, допустим, да, лето-зима, то есть они всё знают, что, как делать. У Руслана он, допустим, следит полностью за температурой, за подачей пара. То есть если это лето и 40 градусов жары, соответственно, что мы не будем давать такое количество пары, да? То есть он следит за влажностью корма, какая гранула выходит. После чего он накрошимость обязательно проверяет, потому что не допускается у нас, чтобы гранула раскрошилась. То есть если здесь у нас показывает крошимость гранулы больше 5%, значит мы останавливаем производство и ищем причину, почему такое могло произойти. То есть здесь или в грануляторе дело, или в структуре самой где-то что-то пошло не так. То есть проблема решается сразу, ну, то есть здесь и сейчас. Поэтому каждый человек на своём рабочем месте отвечает именно за качество того продукта, который он выпускает. И даже на мешкотаре наши грузчики, они чётко следят за тем, что они загружают, ну, то есть тарят в мешок, или это на рассыпных кормах. Даже в те же кормовозы, пробы отбираются, всё это хранится, всё это регламентируется. Круто, круто. То, что вот Кристина Сергеевна сказала про охлаждение. У нас вот есть охладитель, который работает, и мы выставляем летняя температура, зимняя температура. И всегда операторы регулируют, потому что если температура в охладителе будет подниматься выше, чем нужно, соответственно, у нас есть задвижка, которую он регулирует. Он открывает, и за счёт этого мы охлаждаем гранулу до нужной температуры на выходе. То, что я и говорил на ответ. Если он это не будет контролировать, то, соответственно, гранула будет уже не того качества. И Кристина Сергеевна всегда с ними в контакте находится в этот момент, чтобы, когда особенно идёт перепад температур, у вас сегодня может плюс сорок быть, а завтра может уже быть дождь и холодно. Тем более у вас здесь как шитау. Поэтому подстраиваемся полностью под все критерии. Я не представил, Александр отвечает за всю технику, за то, чтобы она функционировала. Поэтому я к нему подхожу с микрофоном, нету другого микрофона. Александр к нам взошёл. На самом деле здесь у вас чувствуется очень дружеский коллектив. То есть вы не как руководитель в пиджаке и галстуке, заходить только с бумажкой, можно я зайду. То есть у вас здесь демократия в лучшем понимании этого слова, насколько я уже увидел. Есть просто один большой плюс, когда ваш руководитель знает, можно сказать, всё от А до Я, то, соответственно, тут и не нужно ничего придумывать. Спасибо. Отлично. Я микрофон держу к тебе. Поэтому я так стою. Ещё хотел узнать про комбикорм. Не знаю, кому из вас вопрос. Для рыб. Выпускаете ли? Потому что, на самом деле, рыбоводство как в Казахстане, так и в России развивается. Мы это видим по хозяйствам. А проблема с качественным кормом, в России, по крайней мере, раньше все кормили датским кормом. Ещё какими-то там, Голландия там. А сейчас проблема, и комбикорм, ну там важная вещь, чтобы он там в воде не размокал. То есть, вы пускаете ли вы? Можно я отвечу? Мне разрешили ответить. По рыбам. Здесь, на этом заводе, мы можем производить только рыбные корма для карпов. Вы сейчас находитесь на Виамин, Казахстане. Это одно из подразделений холдинга. У нас есть структура в Карелии, которая занимается производством рыбы. А, то есть, это вы, что ли, в Карелии производите корма, да? Нет, ещё не производим. И у нас бизнес построен таким образом, что до сих пор у нас было эксклюзивное право продажа от итальянского концерна Веронези. Мы в Карелии продавали рыбные корма. У нас своя площадка, где мы сами производим форель. Это фирма Кинтизма, это 850 тонн в этом году рыбы, больше трёх килограмм. И мы сейчас заключили контракт на то, что для этих специализированных кормов мы будем делать инвестиции, устроить свой завод в Петрозаводске для производства рыбных кормов. Вы абсолютно правы, что требования по этим кормам, они абсолютно другие. Другие, да. И нужна своя технология. То есть, утрированно я скажу так, для того, чтобы делать рыбные корма, нужна технология Ламбо-Джини. Для того, чтобы делать все остальные корма, нужен хороший БМВ-пятёрка, да? Я этим просто подчёркиваю, что есть определённая разница в технологии. То есть, вакуумное наполение двойное. Нужно до 28% жира добавить в корм. И эта технология для этого не предусмотрена. Мы это будем делать в Петрозаводске. Мы сейчас заключили контракты с администрацией Петрозаводска по выделению земельного участка. Заключили сейчас. Это будет делать проектирование, конкретно уже проект готовый. И я думаю, что к концу следующего года, может быть, через год мы вас пригласим в Петрозаводск. Супер, супер. Да, ну просто это реально проблема у рыбоводов. Не хватает, не хватает. Да, общаемся с рыбоводами. И реально это проблема с кормами, да. Да, вот сейчас на прошлой неделе была выставка в Питере. Мы выставлялись там. И реально... Агроруссия там была или кто? Нет, она называется Фидагра или как-то вот так. То есть рыбная в Питере? Это рыбная в Питере, только рыбная, да. Мы там выставлялись. И реально так, что эта проблема есть. Прирост самой рыбы в России очень сильно повышается. Производство не успевает. Потому что там не только технологии самого комикормопроизводства. Качество сырья совершенно другое. Нужно очень высокое качество рыбной муки. Ее делает в Мурманске еще в одном месте. А так все завозили ее из Чили. И представьте, из Чили завозить рыбную муку, чтобы она была постоянно, в постоянном качестве и так далее на предприятии. Поэтому это очень интересный проект, но он очень сложный проект. И мы за него взялись сейчас. Я предлагаю, мы сейчас поднимаемся на второй этаж. Мы посмотрим сейчас наши машины в действии. Как это выглядит на данном этапе. Мы посмотрим гранулятор фирмы Бюллер. Это немецкая, да? Швейцарская. Швейцарская, да? Швейцарская машина Бюллер. Мы сейчас производим там корма 2,2 мм. Посмотрим, и потом там громко нельзя будет разговаривать, или там орать надо. А там получается, матрицы неподвижные, ролики двигаются, или вот я знаю, что разные есть. Да, наоборот. Наоборот, то есть у вас двигается сама матрица, да? Сама матрица двигается. Как раз буду первый раз смотреть такое. Да, да, да. Это принцип Бюллера, очень давно уже, ну, очень надежные машины. Вот сейчас как раз посмотрим, самый сложный у нас при старте для просят. Самый сложный корм. Да, ну, у меня будет просьба, он очень вкусный, все на заводе обязаны его пробовать. То есть, если он нам не подходит, мы тоже не отгружаем, да? Мы потом на обед нам привезем. Да, запарим? Да. Так, что это мы сделали сейчас? Это мы отобрали гранулу, посмотреть сразу после грануляции. Гранула 2 миллиметра, свиной при старте. Да, и горячая. Горячая. Я же говорил, после грануляции. Этого продукта гранула выходит порядка 75 градусов. Самый сложный корм и самый сильно нагревается за счет молочной сыворотки. В Казахстане все очень гостеприимно. Не слишком много. Но почему он такой вкусный? Это натуральный вкус. Связано с тем, что мы используем и добавляем здесь экструдированное сырье. Доказалось, что экструдация повышает усвояемость продуктов до 87%. Поэтому в каждом при стартере у нас 20% это экструдированная пшеница идет в составе. И собственного производства полножирная соя. А, вот она. Здесь происходит непосредственно выторка в мешок. Пришиваются этикетки к каждому корму. Палета должна выглядеть вот в таком виде. Три раза обмотанной стреч-пленкой. Для того, чтобы он при транспорте и так далее не рассыпался. Он в таком виде дошел до конечного клиента. На рынке наверняка присутствует много производителей. Почему именно этот производитель? Качество очень хорошее. Оно сразу даже по яйцу сказывается. То есть день-два кормишь, оно уже показывает свое. Поэтому мы видим качество. То есть битого яйца намного меньше сейчас. Скорлупа твердая. Скорлупа, да, твердая. То есть больше продукции получается. Объема у нас больше. Друзья мои, а еще у нас есть фермерский форум в Телеграм по этой ссылке, где вы можете пообщаться с другими фермерами. Также не забывайте про наш форум на портале фермеру. А здесь и здесь вы можете посмотреть другие наши видео. Продолжение следует... Продолжение следует...